всем привет сегодня мы будем тестировать второй прибор который подарила мне дочка по моей просьбе она заказала в kitford индукционную плитку вот такая вот моделька сегодня мы будем ее тестировать и пробовать как она готовит вообще честно говоря индукционной плитой никогда в жизни не пользовалась но я когда продавала бытовую технику я консультировала по индукционным плитам я знаю что кпд индукционных плит значительно выше ну в два раза почти выше чем обычных плит электрических или газовых и мне давно уже хотелось приобрести индукционную плиту сейчас мы ее распакуем и посмотрим как она выглядит мы видим стеклокерамическое покрытие один у нас кругляшок и здесь у нас идет панель с левой стороны у нас программы есть специальные программы или просто базовая которая без без программ мы задаем температуру плюс минус этому увеличиваем мощность с правой стороны у нас идет таймер отсрочка старта блокировка для детей включить выключить и здесь у нас температура мощность будет показывать обратной стороны здесь находится вентилятор который будет крутить немножечко шуметь но он охлаждает элементы которые нужны которые нужно охлаждать вот эту плиту я поставила как раз сверху плиты это будет рабочее место для нее индукционную плиту нельзя ставить на металлические поверхности поэтому я поставила и на стеклянную доску укрепила ее и вот она здесь будет стоять а сейчас я хочу подобрать посуду для нее потому что не всякая посуда для нее подходит сначала я хочу выбрать сковороду но у меня есть старенькая чугунная сковорода к ней магнит не лепится для того чтобы понять и подходит сковорода или кастрюля нужно взять магнитик обычный простой магнитик и попробовать к днищу именно днищу прикрепить вот эта сковорода не подходит убираю теперь возьмем вот эту сковороду видите магнитик держится значит это днище подходит но еще нужно учесть диаметр слишком большой или слишком маленький диаметр может тоже печка не увидеть и будет выдавать ошибку как будто нет посуды но здесь вот днище чуть-чуть больше или мне так кажется что чуть чуть больше но это будем уже пробовать в общем сковорода это должна подойти но теперь проверим мои кастрюльки берем магнитик кастрюля алюминиевая не крепится убираем вот такая кастрюля здесь крепится здесь нет кстати говоря вот такая вот кастрюлька она как раз продавалась специально для индукционных плит здесь какой-то сплав непонятные и возможно даже сверху еще какое-то покрытие может быть здесь алюминий и покрыт специальным таким вот покрытием а внизу здесь видно днище прикреплено как бы отдельно и вот это днище она как раз подходит для индукции для индукционных плит так оставляем и вот такая вот эмалированная обычная кастрюлька тоже держится на ней значит это просто какой-то металл железо наверное может быть эта кастрюля тоже подходит очень хорошо значит у меня в доме нашлась посуда мне не нужно будет покупать специально ничего вообще большинство посуды подходит единственное нужно когда при покупке еще учитывать диаметр диаметр днище а сейчас я хочу проверить подходит ли такой диаметр для этой плиты сейчас я включаю сеть включаем 100 написано о п 0 программ наверно то попробуем учить программу базовая и 8 выдает ошибку это значит не видит выключим попробуем другую про кастрюлю мой программ программа 1400 мощность мы можем ее снизить хотя можно и не снижать сейчас посмотрим так я вижу что вода вроде бы уже греется но подождем посмотрим максимальная мощность здесь 2000 есть табличка в инструкции и там написано какая мощность соответствует какой температуре видно как вода закипает что если нам попробовать добавить мощность на плюсик 1600 1800 вода будет быстрее закипать 2000 я уже вижу пар пошел это максимальная мощность температура здесь высокая и кстати на такой плите могут быть самые низкие температуры которые нельзя достигнуть на других плитах или на газовых или на электрических здесь 10 ступеней мощности вот я уже вижу как вода закипает да довольно таки быстро закипает вода быстрее чем на обычной электрической плите все вода закипела я убавляю мощность хорошо еще 200-1000 в общем здесь есть режим томления и режим специальное молоко чтобы молоко не убежало медленное кипение в общем классно классно ну выключу я его теперь вентилятор еще какое-то время будет работать он охлаждает там некоторые детали через некоторое время вентилятор выключится здесь есть инструкция по эксплуатации и в которой находится как раз таки табличка которая показывает что мощность какую температуру обозначает здесь от 60 градусов до 260 градусов 10 ступеней мощности отлично ну и понятное дело что есть рекомендации на каких мощностях лучше что готовить специальные программы в общем много чего интересного а теперь я хочу еще проверить видит ли плита мою любимую сковороду кстати говоря попробуем постелить сюда просто салфетку даже рекомендуют можно застелить салфеткой если собираетесь что-то жарить чтобы не заляпать плиту включаем так есть температура показывает ускорим процесс мощность 2000 вот я вижу уже пошел пар начинает закипать но я уменьшу немножко мощность на высокой мощности не рекомендуется долго готовить поставим 1400 я вижу уже пузыречки появляются в общем водичка скоро закипит ну мы ждать уже не будем можно в принципе плиту выключить и посмотрим на нашу салфеточку с нашей салфеточкой ничего не случилось кстати поверхность холодная то есть еле 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 тепленькая вот она наша салфеточка еле тепленькая поверхность поверхность не нагревается у плиты чем еще эти плиты хороши тем что если вы рассыпали сахар то он не будет пригорать сахар вообще стеклокерамика боится потому что начинают появляться оспины если пролилось молоко или пена какая-то пролилась то на обычных плитах все это подгорает и очень сложно потом очищается вот сейчас вентилятор выключился и она у нас молчит мигать перестанет тогда когда мы выключим ее из сети выключили вот все поверхность еле теплая но температура у нее она только от днища посуды то есть от самой посуды вот она теплая сама плита не нагревается и ничего здесь не подгорает то есть она будет служить долго при том что она экономит нам электроэнергию выбор я сделала правильный ну что мои хорошие вот мы протестировали мою плиту кстати сказала я вам или нет вот в инструкции я нашла где написано что диаметр днища может быть от 12 сантиметров до 26 даже если 7 сантиметров есть поменьше диаметры можно кстати вот если вы кофе заваривать привыкли в турке то там предлагают поставить например какую-то сковороду которая подходит и в нее поставить турку тогда у вас может и завариться кофе а также в инструкции говорят о том что может магнит крепиться но все равно плита может не рассмотреть эту посуду ну вот моя кастрюлька которая с ручкой длинной там магнитик крепится на днище а вот почему-то плита ее все-таки не видит эту кастрюлю ну я не знаю может быть там все-таки какой-то сплав неподходящий может быть диаметр все-таки маловато но не важно самое главное что у меня одна сковорода любимая моя подходит плита ее видит будем сегодня жарить котлеты и у меня еще есть ну как минимум одна кастрюля которая подходит еще две кастрюльки есть которые повыше но такие же точно они тоже должны подойти в общем прекрасно посуда у меня кое-какая есть но если нужно будет что-то докупить я докуплю это уже вопрос времени в общем здесь есть инструкция в которой подробно все описано какие если у нас какие-то возникают сомнения или что-то мы не понимаем мы здесь найдем ответы и даже есть техническая помощь горячая линия где можно позвонить и вам все разъяснят в общем ничего сложного нету но самое главное что экономия электроэнергии очень хорошая и плита это не будет портиться поверхность из-за того что она не греется при том что об саму плиту обжечься невозможно мы можем обжечься только если дотронемся до сковороды или до кастрюли в общем то и все на этом я видео свое хочу закончить кому мое видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал кто не подписан проходите по ссылочке посмотрите какие еще на китфорте есть бытовые приборы бытовые приборы мне нравятся и я и дочка мы ими пользуемся давно качество хорошее цена радует цена невысокая ниже чем в магазинах бытовой техники и в общем то до новых встреч пока пока до новых встреч до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok